Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Вот сейчас я уселась на краешек бассейна и хочу спокойно, подробно и все досконально объяснить, почему я не буду делать, а, ну, почему я не хотела делать подкормку вот таким вот ослабленным, желтым растением, томатом, но сейчас я уже передумала, после града я буду, ну, другую совсем поддерживающую. Вот смотрите, в одном из видео я сказала, я их высадила, я вижу, что им было плохо, они переросшие, им не хватало питания в ящике, вот они такие ослабленные, желтенькие, но подкормки я делать не буду, потому что мне некогда, и пока я другие высаживаю, они у меня оклемаются, придут в норму. Почему я так сказала и почему я не хотела им делать подкормки? Вот смотрите, один мне правильно зритель написал, что тут явно видно азотное голодание, что им не хватало действительно питания, и да, они перестояли в лотке очень долго, они даже не в стаканчиках, а в лотках были. Вы видели, я показывала у них толстые-толстые ножки, вот с такими уже с воздушными корнями, они вот толстые, закаленные, все, они все почти с бутончиками, но им не хватило питания, потому что они уже здоровые, и все, они там высосали, да, им азота не хватило. И по идее можно было бы раз их и подкормить, например, или мочевиной, или там раствором коровика, или там другим любым азотным удобрением, или травяной вот этой брашкой, любым, хоть минеральным удобрением, хоть вот природным, который мы делаем своими руками. Но почему я этого не делаю? Просто-напросто, потому что у меня уже, я показывала, когда делала грядку, у меня уже заправлено там очень много перегноя, а это тот же самый азот. И если я бы сделала вот эту подкормку поддерживающую для наращивания зеленой массы, для приобретения вот такого зеленого цвета, чтобы листья желтые перестали быть желтыми, и что бы у меня получилось? Да, сейчас бы я им дала вот этот быстрый азот, минеральные удобрения, а не раз, начали бы быстро разрастаться, начали бы листья зеленеть, и тут у них как раз к этому времени разрослась бы корневая система, и они бы уже добрались до перегноя, они сначала съели бы минеральное удобрение, потом они добрались бы вот до этого, до натурального азота, и у меня тут запросто могло бы начаться жирование. Поэтому, чтобы это исключить, я всегда делаю так, я как говорю, я буду ждать. Они сейчас, корневая система распустится у них, они азот этот найдут в перегное, они все это скушают, и они обязательно позеленеют, они обязательно начнут наращивать зеленую массу, и этого им будет достаточно. А если бы я им еще бахнула туда минеральное удобрение, или еще какой-то раствор, вот этот вот коровяк, или что, ну у меня коровяка нет, и никогда нету, потому что мы живем в городе. Просто я вам объясняю сам принцип. Тогда получилась бы двойная доза азота, которая не нужна сейчас. Все, они сейчас, я терпеливо жду, они сейчас до азота, до природного доберутся, они позеленеют, они потолстеют, а подкормку я сделаю просто для поддержания их здоровья, вот после этих холодных ночей, после этого града, буду опрыскивать янтарной кислотой, и то два дня подожду, когда холодные ночи прекратятся, вот установится у нас тепло, и тогда я им сделаю в благоприятной, комфортной такой обстановке, сделаю опрыскивание по листу, и я думаю, у них все будет прекрасно. Потом через полмесяца примерно покажу вам, и я сразу говорю, что подкормок вот таких вот, которые как бы требуются, да, здесь, но мне они не требуются, потому что у меня сильно хорошо заправлена грядка. Я ее заправляла, я вам уже говорила же, на два года, потому что эту ткань больше снимать не буду, я делала все с учетом, что вот этим хватит, и еще потом на следующий год, чтобы хватило вот этого питания. Тут новая земля, грунт, вот эта черная земля дерновая с полей, тут перегной, и перекармливать здесь опасно мне. Но у всех, вот вы видите, как вот из этого видео тоже еще раз можно понять, у всех ситуации разные. А если у вас там ничего не заправлено, если у вас почва бедная, то вот в такой ситуации подкормка просто необходима. Необходимо, да, листья желтые, не хватает азота, нужно всеми средствами доступными помогать. Или минеральное, или вот тот же настой коровяка, или тот же перегной подкладывать, все это нужно добавлять. Потому что все зависит от условий выращивания, от того, что мы им дали до этого, от этого зависит количество наших подкормок. Но мы опять вернулись на то же самое, что я и говорила вот в теплице, что у каждого подкормка первая будет своя, кому чего не хватает, тот и будет добавлять. Все, до свидания.